Родители учеников Ершовской школы волнуются. Скоро 1 сентября, а ремонт в образовательном учреждении еще не закончен. Куда пойдут учиться дети? Мы предлагаем перевести в 4-ю школу города Звенигорода начальное звено, которое у вас находится в основном здании. Первые классы будут обучаться начало уроков 8-10, перемена и горячий завтрак и 10-20 завершение уроков. Средние классы пока продолжат обучение дистанционно. Выпускников ждут очные уроки два раза в неделю по основным предметам. Учебный год для начальных классов со 2-й по 4-й стартует в 4-й школе Звенигорода. Больше всего родителей беспокоит вторая смена. Начальные классы в 4-й школе переводят на вторую смену в такие временные рамки. То есть, когда мы вернемся к учебному процессу в Ершовскую школу, дети начальной школы пойдут в первую смену. Это временные трудности, заверяют специалисты. Уже через месяц ремонт будет завершен и 1 октября ребята сядут за родные парты. Пока же администрация школы обязуется помогать и поддерживать каждого. Мы будем брать на особый контроль и определенных, как я уже сказала, детей и оказывать посильную методическую помощь учителям. Условия непростые, причем для всех. Задержка ремонта вызвана сложностями, связанными с пандемией, пояснил исполняющий обязанности главы администрации Одинцовского городского округа Олег Дмитриев. С февраля месяца, после объявления самоизоляции мер по противодействию распространения коронавируса, многие службы регионального окружного уровня были выведены на дистанционное управление. Какие-то процедуры, как-то закупки были вообще остановлены. Поэтому не было у нас никакой, ни у кого в стране Российской Федерации возможности работать, строить, ремонтировать и так далее. Работы в здании школы идут в усиленном режиме. А пока для детей постарались создать максимально комфортные условия. Возить ребят на занятия будут несколько рейсовых автобусов с сопровождающими. Школьников обеспечат питанием и круглосуточной связью с учителями и классными руководителями. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.